Почему Волгу называют матушкой, поилицей, кормилицей, какие рыбы в ней живут, какая длина Великой реки? Очередную встречу проекта «Библионии» в Пушкинке посвятили реке Волге. Гости библиотеки отправились в настоящее виртуальное путешествие, побывали в городах по Волжье и узнали, как реку воспевали в народном творчестве, познакомились с песнями, которые они слагали. Родники, маленькие ручейки вливаются в речку, и она становится огромной, а по пути в нее впадает множество рек, речек, речушек, и она становится большой полноводной рекой Волгой, одной из самых больших рек России, длина которой составляет 3,5 тысячи километров. Представляете, очень большая река. Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Ребята практически сразу перечислили основные виды рыбы, которые вводятся в реке. Особый интерес у юных гостей Пушкинке вызвали игры. Так на скорость нужно было закрутить леску, вытащив рыбу из воды. Мальчики и девочки с упорством состязались и в перетягивании каната. Также организаторы рассказали ребятам про народные игры нашего края. В одну из них сыграли всем залом. Я сегодня узнала о том, что река Волга протекает через 67 городов, что в ней водится очень много рыбы, щука и другие, и очень много кто занимается там рыболовством. Она наша матушка, потому что она наша поилица, кормилица, она нам во многом помогает. Понравилось очень, что была очень прикольная игра, где надо было перетягивать канат и играть в удочку где-то. А еще я узнала, что река Волга состоит из 3067 километров. Напомним, еженедельные литературно-познавательные интерактивные программы для детей и взрослых проходят в Пушкинке по средам в 14.00. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.